Температура свежего асфальта при укладке выше 160 градусов. Устройство нового покрытия проводят на путепроводе, которые соединяют улицу Физкультурную и Зубчининовское шоссе. Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Шоссе приведут в порядок большими картами свыше 100 погонных метров. За ночь уложили 4000 квадратных метров асфальта. Подрядчики производят работы смесью с повышенной устойчивостью к нагрузкам и температурной стойкостью, как к жаре, так и к холоду. Укладыванная асфальтобетонная смесь поможет нам справиться с этой нагрузкой и оставить дорогу в надлежащем состоянии. Данная смесь является одной из технологичных. Это ШМА-16 ПБВ. Опыт укладки данной асфальтобетонной смеси у нашей компании имеется уже не первый год. Поэтому я думаю, что данный участок дороги будет нанести хорошее впечатление всем водителям нашего города. Укладку нового асфальта решили начать именно со стороны путепровода, поскольку здесь сильнее износился асфальт. А на основном участке шоссе большую часть неровности удалось исправить уже на этапе фрезерования. В дальнейшем новое покрытие появится на всем протяжении – от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе. В нормативное состояние приведут 3,750 км автодороги, включая также развязку под путепроводом. Все работы проходят под контролем Департамента городского хозяйства и экологии и его подведомственного муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Специалисты проверяют соблюдение всех нормативов. Проверяем ровность, поперечные продольные уклоны на участках, а также чтобы были установлены смотровые ливневые колодцы в отметку верхнего слоя покрытия. Происходит периодический отбор асфальтобетонных смесей в процессе укладки, которые доставляются в лабораторию «Модорожное хозяйство» для испытаний последующих. Также после завершения укладки покрытия отбираются пробы из-за асфальтобетонного покрытия уже уложенного, что также проверяем в лаборатории. За ремонтными работами наблюдают и общественники. Жители восточного поселка Кировского района рады, что дорога к ним станет более комфортной. Из-за неровностей на шоссе часто возникали пробки и заторы. Также дорога ведет к большому количеству социальных учреждений, поэтому и пользуются особой популярностью. Детские сады понятно, школа 8 и 6, полторы тысячи детей, естественно, тоже родители привозят на машинах, и транспорт общественный у нас ходит здесь и под мостом, и по мосту. Ну и медицинские учреждения, поликлиники у нас в восточном поселке, так все автономно. Поэтому здесь у нас все нуждаемся в транспорте, в дороге. Кроме того, в рамках ремонта по нацпроекту на путепроводе уделят внимание деформационным швам, сделают проезд по стыкам более плавным. Под путепроводом укрепят основание дороги. На основном участке Зубчининовского шоссе, где отсутствует бортовой камень, обустроят обочину с помощью асфальтобетонной крошки и обеспечат возможность для оттока воды с дороги, а также появится возможность для парковочных маневров. Чтобы минимизировать неудобства, основные работы подрядчик организует по ночам. Полностью движение не перекрывается, оно сохраняется по свободным полосам. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.